Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор» и я, ее ведущий Виталий Волин. Сегодня у нас в эфире по вашим многочисленным заявкам Джема Халит. Звучит музыка Ой, югаю при Дунаю Соловейше бече, Він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, чок-чок, чок-чок Соловейше бече, Він свою всю пташину до гніздечка кличе. Звучит музыка Пасгу, де скрипка плаче, Милый мой гуляет. Ой, югаю при Дунаю Соловейше бече, Він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, югаю при Дунаю Соловейше бече, Він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, югаю при Дунаю Соловейше бече, Він свою всю пташину до гніздечка кличе. Спасибо. Джема Халит у нас в гостях. Вот это сюрприз. Так это радует, что сюрприз радостный. Во-первых, во-вторых, красивый и благоуханный, так сказать. Да, да, обожаю Розу. Джема, ты у нас уже в гостях была прошлой осенью. Так. Ну, я думаю, аудитория у нас расширилась, и не все видели то, что было тогда. Вот практически уже сколько? Месяцев девять. За девять месяцев многое может измениться. Да, действительно. Да. Что случилось у тебя за эти девять месяцев? Или просто расскажи немного о себе и тем, кто тебя еще не знает. Я родилась в Москве, и долго в сознательной своей жизни я жила в Москве. Вот. Секундочку. А когда твоя сознательная жизнь началась? А можно я сейчас микрофончик отодвину чуть-чуть, чтобы тебя видеть без эффектов? Ну, она началась давно. Еще в двадцатом веке. Угу. И я закончила музыкальное училище в свое время по классу... Ты меня даже не спросила, я уже тебе говорю, по классу вокала. И вот я начала петь... Гнесинку. Да, да. И начала петь, и вот как бы все складывалось благополучно и даже хорошо. А потом я уехала в Штаты. И вот песню, которую я вот спела... Утушка... не Утушка... О Юга Раю. Спасибо. О Юга Раю. Спасибо. Это украинская народная песня. В свое время, когда я пела в Штатах, меня очень часто спрашивали эту песню. Ее пела Мила Джавович. И я ее выучила. Именно специально для американцев. Ну, так получилось, смотрите, я здесь сейчас поеду. Слушай, Джома, а вот каким образом американцы знают славянский фольклор? Ну, вообще они его не знают. Они знают такую условную фольклору. Например, если хоккейный матч в Канаде, они знают там калинка-калинка. Вот у них иногда играют там вот эти большие клавиши, звуком таким большим. А вот... Может быть, знают подмосковный вчера. В принципе, американцы ничего у нас не знают. Вот люди, которые сейчас смотрят в Штатах, они наверняка сталкивались с этим. Что сплошные мифы и легенды. А как вот развеиваются вот эти вот легенды? Вот, допустим, я знаю, что американцы совершенно вот стопудово уверены, что во Второй мировой войне участвовали, в принципе, они и немножечко помогали там французы с англичанами и выиграли Вторую мировую войну они. А то, что русские там, в принципе, каким-то боком припеком, такого для многих даже открытия. Ну, вы таким с просвещенным американцем беседовали. Я вот тут у меня был концерт высшей школы математики, математики вот в университете. И я спросила там... Они меня спросили, почему я пою песни про Вторую мировую. И у меня есть военные песни тоже. И когда я спросила, кто вообще воевал? Знают ли они, кто воевал? Кто был союзником Америки? И с кем вообще воевали? Кто был союзник, кто был враг? И они говорят, ну так, предположили, что союзник Англии была, а воевали. Они так смотрели на меня. И вот я чувствую, что хотят нас сказать. Мы постеснялись, сказали так, с Китаем. Опа! Да, вот и что вот американцы... А это, наверное, ассоциация Вьетнама когда-то была. Может быть, что-то рядышком промелькнуло, видимо, да. Да. Но американцы вообще ничего не знают, а узнают они о нас. А вот как? Я приезжаю, например? Или кто-то приезжает. И вот я сейчас езжу по университетам. Ну, ездила, по крайней мере, у меня был такой тур. Рассказывала о России. И вообще это называлось «Кусок русского пирога». То есть там входили песни, начиная... То есть русские романсы, НЭП, военные песни. И первый, и второй. Песни гражданской войны, тюремные песни, детские. В общем, все, что можно было лучшее показать. То, что мне лично нравится. Это все преподается в русскоязычном варианте или в англо? Нет, ну я... Как? Я, значит, что-то перевела, а что-то... То есть я нашла какие-то тексты по интернету, либо где-то нашла. А в основном все это поется по-русски. Вот. Но я просто веду все это по-английски и рассказываю все это. О чем речь идет. О чем там все, да? Да. Но все равно, мне кажется, всю эту красоту и поэтику русского языка... Ну не расскажешь, мне кажется, перед песней на английском. О чем там, как... То же самое, что рассказывает Пушкина в прозе. Что случилось с Рыбаком, почему его корыто подвело в конце концов. Я, кстати, пыталась. Ну и как? Не, ну это это... То есть у меня заняло гораздо больше времени, чем у Пушкина. Ну да, тут лаконичность теряется и вся вот эта вот пусота поэтики. Давай послушаем следующую песню. Я положу розу. Угу. Папиросы. Да, это вот та самая песня, это... Я даже не знаю, песня гражданской войны, НЭПа. Вот. Она, кстати, и на послевоенные времена тоже ложится, в принципе. Ну она ложится на все времена, когда есть разруха. И вот даже сейчас я пела в подземном переходе, вот я пела Папиросы и прекрасно ложится она куда угодно. Если есть где-то разруха и что-то происходит нехорошее в стране, там вот время Папирос. Послушаем. Ночь туманна, ночь холодна, все кругом темно. Мальчик маленький стоит, мечтает под окном. Он стоит к стене прижатый, и на вид чуть-чуть горбатый, и поет на языке родном. Друзья, убейте Папиросы, Подходи пехота и матросы. Подходите ж, пожалейте, Сироту меня согрейте, Посмотрите ноги мои боссы. Мой отец в боях сражался, На войне он пал. Мамку немец из винтовки Где-то расстрелял, А сестра моя в неволе, Сам я ранен в чистом поле, От того и зрение потерял. Друзья, простите, я не вижу, Милосты не вас, я не обижу. Подойдите ж, пожалейте, Сироту меня согрейте, Этим вы спасете жизнь мою. Друзья, убейте Папиросы, Подходи пехота и матросы. Подходите ж, пожалейте, Сироту меня согрейте, Посмотрите ноги мои боссы. Я мальчишка, я калека, Мне двенадцать лет. Я прошу у человека, Дай же мне совет, Где мне можно приютиться, Или Богу помолиться. Ах, как надоел мне этот свет. Друзья, убейте Папиросы, Подходи пехота и матросы. Подходите ж, пожалейте, Сироту меня согрейте, Посмотрите ноги мои боссы. Купите Папиросы, Подходи пехота и матросы. Подходите ж, пожалейте, Сироту меня согрейте, Посмотрите ноги мои боссы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джемма, сколько раз за это время ты перелетала через океан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ну много. Я каждый раз с ужасом думаю об этом. Вот сейчас опять предстоит поездка. Я заранее уже выбираю и маршруты, И с какой компанией лететь. Это очень много. Иногда хочется прямым рейсом лететь. Иногда я специально делаю где-то пересадку, Чтобы немножко вот разбить, Чтобы не так тяжело было. А перелет сколько составляет? Ну, перелет составляет, Типа двенадцать-одиннадцать часов. В зависимости, в какой город летишь. Вот. И... А там еще и на машине куда-то потом едешь. Почему? Долгая песня. Лучше сидеть дома. Где твой дом? Вот, действительно, где. Нигде. Вот нет такого места, где я бы сказала бы, Да, вот это мой дом. Такого нет. Это когда ты для себя открыла Америку, Ты поняла, что дом, в принципе, Это... Весь, наверное, земной шарик, да? Да. Так странно вообще географически воспринимать, Что находишься просто вот в противоположном. Вот если вот проткнуть наш земной шар, Ну, не дай бог, конечно, Но вот прям точно выходишь... Гипотетически. Гипотетически. Хорошо. Да. И, конечно, вот восприятие совершенно другое. Так странно, что вверху Канада, внизу Мексика. И вообще вот восприятие... А вообще акклиматизация быстро происходит? Все-таки сколько там часовых поясов пересекаешь-то? Ну, акклиматизация, там ведь не только часовые пояса, И еще и воздух другой. Вообще, я все время... У меня какое-то время вот началась депрессия в Штатах. Я никак не могла понять. Ну, почему? Я помню, ты в прошлый раз говорила, Что со временем, когда прилетаешь в Москву, Начинаешь скучать по американским мыльным операм, по сериалам. Да, я даже с собой, кстати, взяла. У меня в этот раз я с собой набрала свои американские сериалы. Если кто смотрит в Америке, я могу даже сказать, Это Golden Girls, обожай совершенно сериал, Murder's Road. У меня все эти сезоны я там, например, набираю. И это, конечно... Я понимаю, что это смешно, это мильный опер, Но я не могу, мне очень нравится. И я вот смотрю здесь, здесь мрач, Что-нибудь происходит, что-нибудь. Я раз включила телевизор, и у меня там идут... И счастье пришло. Да, идут эти сериалы, Все равно какие-то вот... Какие-то очень невинные, чистые. Угу. А там... А, ну там понятно, что ты Golden Girls смотришь, да? Вот тебе, кстати, вот хочу сказать... Ну, вот у нас немало гостей из Америки было. Акцент слышен сразу же. У тебя такого нет. Я смотрю, у тебя довольно-таки консервативно держится Вот этот вот московский классический диалект. У меня, к сожалению, в Америке тоже держится так же классический диалект. А вообще, вот по слуху, люди, которые живут не один десяток лет... Ну, или хотя бы... Ну, конечно, они сразу слышат. Сразу слышат что-то? Да вот... Вот мне вчера буквально звонила подружка из Аргентины. Она уехала в 90-х годах. И у нее очень сильно слышно. И что-то она мне... Карамба! Что-то говорит. То есть что-то такое. И я спрашивала... Да. И она говорит, ей сейчас напрягаться приходится по-русски, чтобы сформулировать фразу. А там действительно... Она думает на испанском, потом переводит на русский. Да. Слушай, Джима, а через какой промежуток времени перестраиваются мозги, чтобы думать по-английски, потом переводить на русский? Или у кого как это? Ну, я жила в американской среде. То есть у меня были только американцы. И поэтому... Вот вокруг. И поэтому в какой-то... Очень быстро начинаются какие-то примитивные вещи. Типа команд, там, let's go. Они очень быстро начинаются. А потом постепенно и все приходит. У меня вот... Я же концерты, то есть работаю, да, пою. Я все время говорю по-английски. И здесь я вот пела в клубе в Москве. Извини, а ты английским хорошо владела здесь до того, как... Вообще не владела. Никак? Нет, никак. Это все там, все на месте получилось? Да. Но там по неволе случилось. И вот я здесь веду концерты, и я перевожу с английского. Уже переводишь. Да, потому что если какие-то вещи... Я привыкла их уже там по-английски. Мы же на самом деле очень инертные. То есть мы привыкаем, и вот сначала долго туда не можем перестроиться, потом обратно. Вот так. Расскажи про следующую песню. Ох, какая песня. Таганка. Таганка. Ну, я думаю, что русским людям, вообще русскоязычным людям... Так не люблю это слово русскоязычное. Какое-то странное. В общем, нашим гражданам, бывшим соотечественникам, не надо, наверное, рассказывать про таганку. А американцы счастливы, они понятнее имеют, что это такое. Вот я им рассказываю. Слушай, а вот у меня вот складывается впечатление. Вообще в менталитете, в русском, или хотя бы вот по названиям песен посмотреть, песни-то далеко не лучезарные-то, на самом деле. Там и сюжет такой грустный. Вот взять мальчика это, купить папиросы. И вот когда ты переводишь американцам, о чем эта песня, вот не складывается у них ощущение, что что ж там за край-то убитый такой-то. Да, складывается. И знаешь, вот ты сейчас спросил то, что обычно американцы спрашивают. И я им все время говорю, ну у нас столько было поводов петь вот эти печальные песни. Ну у нас вся вот история, особенно 20 века, но это же ужас. То есть просто кошмар, как людей убивал там, все эти терроры переходящие. То есть война гражданская, переходящая в какую-то еще другую там, вернее, в мировая, в гражданскую, потом все это переходит в террор, плавно перетекает во вторую мировую, потом опять какой-то террор. У нас, смотри, у нас вся страна в лагерях сидела. Я в Штатах говорю, например, я сейчас пою вам тюремную песню, а они вообще не понимают. Они то есть, ой, тюремная, у них это вообще не принято. Это негритянская песня какая-то. Ну не надо, не надо, пожалуйста, не надо. I'm sorry. Вот, и им очень странно, что мы тюремные песни поем. Ну, тем не менее, обещанного. Таганка. Таганка. Цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя. Казенный дом, быть может, старая Тюрьма центральная Меня парнишечку по новой ждет Быть может, старая тюрьма центральная Меня парнишечку по новой ждет Таганка, все ночи полные огня Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант Погибли юность и талант В твоих стенах, Таганка Я твой бессменный арестант Погибли юность и талант В твоих стенах Я знаю, милая, больше не встретимся Дороги разные нам суждены Опять по пятницам пойдут свидания И слезы горькие Мои родни Опять по пятницам Пойдут свидания И слезы горькие Мои родни Таганка, все ночи полные огня Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант Погибли юность и талант В твоих стенах Таганка, я твой бессменный арестант Погибли юность и талант В твоих стенах Редактор субтитров А.Семкин Джема, я помню, в прошлый раз ты была с другим инструментом, по-моему, акустическая гитара. Почему вот такая рок-н-ролльная метаморфоза у тебя произошла? Вот электричка у тебя в руках. Это как вот? Ну, во-первых, я зареклась привозить гитару, потому что я когда летела через Варшаву, мне там срезали струны. Почему? Да ужас, они меня с этой гитарой не пропускали. Они меня довели до слез. Я понимала, что это всего лишь гитара, но она была настолько моя любимая гитара. И я с ней вот как раз была у вас на эфире. И потом они мне просто, ну, в общем, устроили мне такой кошмар, и я подумала, что нет, надо просто в Москве купить гитару. И у меня теперь в Штатах гитара есть, вот здесь теперь у меня гитара. Это во-первых. Во-вторых, я все лето играла рок-н-ролл. Расскажи-ка. Не поверишь. Так переключилась. Пока ничего не могу сказать. Ну, в общем, то есть, наверное, в жизни не знала один жанр. Я просто не застала вот рок-н-ролл. Он уже ушел, когда я начала. То есть я все время слышала разговоры. О, этот Битлз. Да. Точно. Вот смотри. А вот я не застала. Как-то так вот совпало. У меня телевизора не было долго. И поэтому я начала сразу с диска. Вот. И вот сейчас так вот судьба сложилась. Ну, удачно, я считаю. Ты знаешь, я как-то читал, откуда диска произошло. И какие-то люди, очень скептически относящиеся вообще к популярной музыке, написали, стиль диска произошел в середине 70-х годов в гей-клубах, где-то там в Нью-Йорке или еще там где-то. Я так подумал, почему такое отношение-то страшное? К кому? К диске или к гейм? Не знаю. К гейм, понятно. Тут двух дней не быть не может. К диске. Почему сразу от геев произошло? Вроде такое, столько, я не знаю, поколений выросло, в принципе. Вот ты говоришь диска. А вот смотри, вот сейчас как все ходят штаны вот эти спущенные. Извини-ка. Вот сейчас ходят джинсы спущенные. Я вот в Штатах наблюдаю картину. Идет пара, у него на руках ребенок. И я смотрю, у него джинсы слетают, слетают. И в итоге все, они сваливаются. И вот и подростки, им же неудобно бегать. Бегут куда-нибудь, держат эти штаны, но бегут. И все, обязательно должно сваливаться. Это же вот тоже говорят, вот эта гей-культура пошла из тюрьмы, и все. Смотри, сейчас вся планета болеет этой культурой. А я другое объяснение вот по этому поводу прочел. Так как у нас сейчас идет... Такой маленький фэшн-клаб. Ну, относительно. Но я бы не сказал маленьким, потому что другая гипотеза вот этих вот спущенных штанов. Идет как бы мощная волна влияния со стороны восточных культур, со стороны Китая, со стороны Вьетнама. Вспомнить конституцию тех женщин. Мы же говорим про мужчин. Одну секунду, одну секунду. Подведение как бы конституции человека под восточный... То есть они типа шьют у них там, нам присылают? Ножки у них короче, нежели у европейцев или там, ну, допустим, у американцев. Ну, о потребах мы сейчас говорим. Это правда. Вот когда покупаешь какую-нибудь Бангладеш или что-нибудь там, какие-то шмотки, шипки. Ножки короче. И создается стереотип этого видения человека, ну, вот визуально. Да. Вот. Короче ноги и, ну, вот в принципе, а логично получается. Не а логично, в смысле логично получается, что, извините меня, короткие ноги, коленки тут, попа там неизвестно где. Потому что фабрики специально шьют, вот у них вот это место специально за ниже, то есть они должны высоко одеваться, а потом спускаться, чтобы они как можно ниже сидели. Это же фишка-то в чем? Так я не понимаю, в чем тут фишка-то. Ладно, короче, давайте, что мы спою еще. Давай. Что сейчас это? А то у нас сейчас все время идет. Ну, вот классика просто. Вот, кстати, я... Так, что там? Жакет. Жакет. Это тот жакет? Тот жакет. Понятно. Между прочим, песня женская, а у нас то, что пел ее, я не помню, кто у нас пел, но пели все время, переделали мужской текст. Ну, Шифутинский, я вот первый раз услышал Шифутинский, и два года назад на радиомаяк я услышал, что первое исполнение этой песни, вот публичное было, ну как первое, уже точно не первое, потому что песня сколько там лет? 50 какого-то года. Зыкина пела. Ну, вот она 52-го, то ли 51-го года, у меня был сборник, и там была девушка написала этот текст, это вообще он был женский. Ну, так в принципе-то, ну вот Зыкина и пела правильно тогда, но это был... Ну, не знаю, правильно или нет, сейчас я спою, не как Зыкина, естественно. И не как Шифутинский, соответственно. И тем более, да, не как Шифутинский. А кто автор, не знаешь, кто автор? Вот не могу сказать, поэтому, скажем так, слова и музыка неизвестны, авторы неизвестны. Но песня удалась, по-моему, столько лет, больше полуяка. Кстати, я когда пела в подземном переходе, ее очень хорошо воспринимали. Самая, так скажем, башлёпа-порносовая музыкантским языком. Ну, это, да, то есть их было несколько, вот Таганка и, вот, например, Жакет. Послушаем. В день, когда исполнилось мне шестнадцать лет, Подарила мама мне вязанный жикет И куда-то в сторону отвела глаза, Принесли посылку нам, это от отца. Ты о нем не подумай плохого, Подрастешь, там поймешь все с годами, Твой отец тебя любит и помнит. Хоть давно не живет вместе с нами. Вечером на улице мне сказал сосед, Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать, И тогда я поняла, что такое мать. Ты о нем не подумай плохого, Подрастешь, там поймешь все с годами, Твой отец тебя любит и помнит. Хоть давно не живет вместе с нами. Я рукой углажу новый свой жакет, Не скажу я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, Лишь родная мать, Может так заботливо и так свято лгать. Ты о нем не подумай плохого, Подрастешь, там поймешь все с годами, Твой отец тебя любит и помнит. Хоть давно не живет вместе с нами. Ты о нем не подумай плохого, Подрастешь, там поймешь все с годами, Твой отец тебя любит и помнит. Хоть давно не живет вместе с нами. Хоть давно не живет вместе с нами. Хоть давно не живет вместе с нами. Джема, так мы так отвлеклись и про гитару. Вот, кстати, рок-н-ролл. Да, вот, кстати, как бы рок-н-ролл. Ну, я пела, попробовала для себя, открыла зарубежные вот такие истоки рок-н-ролла. То есть это всевозможные группы, я понимаю, кому-то сейчас странно это прозвучит, но кто-то знает, что я Элис Купер, Битлз, так более вот, Роллинг Стоунс, Назарет, Юрай Хип, Бэтфингер. Ну, и в общем, то есть целая вот плеяда рок-н-роллщиков. Классика, рок-н-ролл. Да, классика, скажем, да, уже классика. Вот я для себя их сейчас открыла и пела, и, в общем... Элвиса пела? Нет, Элвиса это вообще... Элвиса я пела, но я его пела и в Штатах. И потом жить в Штатах и избежать этого влияния невозможно. Там же это просто вот религия. Тем более, я живу недовелеко от Мэмфиса, ну, как бы недалеко. И хотела в этом году съездить на день рождения как раз, но здесь посмотрела по телевизору. Слушай, а как празднуют день рождения короля рок-н-ролла Элвиса? Ну как, народу тучи наезжает к нему в поместье. В общем, крутятся все время его песни, цветы, поклонники. То есть такое ощущение, что он вообще жив, сейчас будет концерт. Слушай, это, по-моему, одна из самых загадочных вообще личностей 20 века. Элвис до сих пор ходит всевозможные гипотезы. Его то там, то там видели. Да, да, да. То на острове он там, на каком-то там ушел просто от жизни мирской, все надоело. То и там-то где-то его видели. То, говорят, вот человек действительно умер, там передоз наркотиков, то еще какие-то там сумасшедшие абсолютно гипотезы. А вот на самом деле. Американцы просто не хотят поверить, что он... Это они просто тешат себя иллюзией, что... Да, они его, конечно, обожают. Это просто нечто. У нас даже такое, я не знаю даже вот с чем сравнить. У нас в мавзолее Ленин лежал, но у нас такое... Лежит. А, еще лежит. Ничего не меняется в этой стране. Да, да. А я думала, что нет. Да нет, все там законсервировано. Потому что я когда уезжала, это было 8 или 9 лет назад, я слышала, что кто-то выступал с предложением, чтобы его похоронить. Джемочка, ты же знаешь, какие предложения выносились. По-моему, кто ж из продюсеров-то, ну, типа Барри Алибасову, вообще предложил провести по всему миру гроб с Лениным и собирать за билеты продавать. Вот шоумен, между прочим. Да, ну вот мозги у людей вот такие, так вот работают. Но это было бы, конечно, круто. Дамы и господа, сегодня проездом из Чикаго в Ленойс Ленин! Собственной персоной маринованной. Билет столько-то и столько-то. Детям скидки. Красивым детям двойные скидки. Да, пенсионерам. Пенсионерам бесплатно, да. Героям войны такой-то, такой-то. Да, с 12-го года. Да, и чтобы написано там было, что союзники у американцев в той войне все-таки русские были. То есть и нестищую просветительскую миссию туда же. Вот, да, конечно. Ну, на самом деле, это, честно говоря, маразм попахивает великим. Да и святотатство некрасиво. Мертвого человека, каким бы он ни был, возить за билет. Но, с другой стороны, смотри, вот мумии вот эти фараона, да, вот в Египте. И стоят сколько там тысячелетиями, а теперь вот историки по ним изучают культуру. Я думаю, что нашим вот к тем правнукам, да, то есть нашим будущим поколениям им будет интересно, как мы жили, чего мы делали, в том числе это вообще, как у нас мозги работали. Не, ну, с другой стороны, это в культуре египтян все это заложено, мумифицировать людей. Вот, и, ну, как это считалось, захоронение пирамиды, все эти дела. Ну, а тут-то вообще маразм какой-то. Взяли человека в рукотворную тоже пирамиду на Красной площади. Да, а, видишь, история повторяется все время. То есть нам кажется, что мы такие крутые, мы уже ушли, там, типа, они вот пещерные люди. Вообще неизвестно, кто пещерный человек на самом деле. Давай послушаем следующую песню. Следующая песня называется... Птицы. Птицы. Это на самом деле не про птицу. Эта вот песня, как мне кажется, ну, прям идеально подходит... Нет, кстати, гитара не нужна будет на следующую песню. Это прям вот наше время, вот российское. Сегодня. Сегодня прям. Хотя было написано она Дербеневым, Леонидом Петровичем, 10 лет назад. А вот как ни странно, вот смотри, как все... А ты знакома с Леонидом Петровичем Дербеневым? Да, была знакома. И вот как раз перед самой смертью он написал вот эту песню. Для тебя? Да, для меня. Называется она «Птица». Слушай. Обманули лихо, окрутили крепко. Заманили птицу в золотую клетку. И тоскует птица, и кричит, и тужит в драгоценной клетке с нелюбимым мужем. А муж ладонью прикасается к плечу, а птица бьется и кричит, какая дура я. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я передумала, я передумала. Светлая квартира, яркие обновы, но кольцо на пальце гирею путовой заслоняют небо золотые прутья. И о них с разбегу бьется птица грудью, а муж ладонью прикасается к плечу. А птица бьется и кричит, какая дура я. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Ни к чему вдруг стали яркие наряды, ничего не надо, ничего не надо. Наревевшись вдоволь, засыпает птица и дрожат печально слезы на ресницах. А муж ладонью прикасается к плечу, а птица бьется и кричит, какая дура я. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я передумала. Я передумала. Я не хочу, я не хочу, я передумала. Джема Халид в программе к нам приехал на телеканале «Ля минор». Ну, кстати, Джема, хочу поспорить, что эта песня-то не то, что сегодняшний день, песня-то на тему вечную. Да, да, наверное. Как бы, может быть, не знаю, неравный брак. Но надо сначала было, конечно, головой думать. Хотя не всегда, честно говоря, вспомнить всю историю человечества. У женщин-то свобод по поводу того, как замуж выйти, особых-то больших и не было. Да, да. Папа с мамой сказали, все, ребята, давайте. Бывало так, что я как-то на цыганских свадьбах был неоднократно, так там вообще ребята по договоренности. Да. Допустим, жених из Воронежа, мальчик сколько ему, лет 14, и девочка откуда-то из Смоленска, вот, лет так 12-13. Друг друга не видели на это. Да никогда, да. И самое смешное, или, может быть, трагическое, с невестой танцуют все, кроме жениха. Вот, у них самая главная задача, чтобы к 18-ти годам у парня было так детей 4-5, чтобы в армию не ходить. К 18-ти? К 18-ти, да. Ну, призывной возраст, 18 лет. А, достаточно двух детей. Это я понимаю. Это понятно. Ребята старт низкий берут, и там все серьезно очень. Вообще, да. Слушай, Джемма, я вот хотел вопрос тебе задать. Ты сказала, что у тебя подруга уехала в Аргентину, да? И не одна причем. Прямо это в 90-х годах вообще что происходило. То есть до 94-го года работала, во-первых, израильская виза. И там ребята отправляли всех в Израиль. Там просто... Из Америки, в смысле? Ну, нет, из России. А, из России. Из России. И они отправляли всех, и там неважно было, кто-то по национальности. Работал канал. И они отправляли. Потом эту лавочку прикрыли. И вот, например, появилась Аргентина, которую принимали всех. Они при... всю Восточную Европу. У них же огромная территория там. Осваивать нужно. Да, и они все так предполагали, что приедет к ним население наше, европейское, образованное. А, как правило, уезжают в первую очередь сначала люди серьезные, образованные. Конечно. И начнет им там по хате. Они там немереное количество акров давали. Там только ради бога берите. Ну, и что получилось? А наши что? Все сели в Буэнос-Айресе. И? Ну, у них всего 36 миллионов там. 18 из них живет в Буэнос-Айресе и пригороде. Слушай, а вообще самая большая Бразилия, по-моему, да, страна в Латинской Америке? Или Аргентина меньше? Ну, я сейчас не могу. Вот территориально... Нет, я сейчас не могу сказать. Бразилии, наверное, больше. Больше, по-моему. Но они не открывали этот прием. А вот Аргентина открыла. Но никто не пошел землю пахать, понимаешь? Уезжали-то кто? Городские люди. И они все... Какие акры! О чем вы говорите, господа? И они вот все сели в Буэнос-Айресе. Вот все живут теперь в городе. То есть москвичи уезжали из одной столицы в другую. Знаешь, я вот как-то вычислял маршрут. Очень многих наших бывших сограждан люди выезжают в Израиль. Потом у них задача вылезти из Израиля в Германию. Потом из Германии у них задача попасть в Америку. Из Америки уезжает кто-нибудь? В Израиль. Опять? Да. У меня подружка есть, которая... Где логика Джема? Объясни. У меня подружка уехала из Израиля. Она уехала, и она приехала в Штаты, все страдало. Как же там было весело, а как здесь, типа... Скучно ей там было в Штаты. Ну так, САВ попала. У меня, правда, противоположная была наоборот. Вот. Но в итоге она опять уехала. А другая подружка, наоборот, все время говорила, ну как ей в Америке нравится-нравится. И вдруг, смотрю, приглашает на свадьбу опять в Израиль. То есть тут неизвестно. Ну это женская логика, она необъяснима. Следующая песня, одна из моих любимых. Утушка. А, вот чего. Это руссконародная песня. Угу. Спасибо. Я ее никогда не пела до приезда в Штаты. Вот странно, да? Приезжаешь в Штаты и начинаешь петь Утушку. Да, действительно. Да. То есть вот здесь я пела такую, как говорят, попсу-галимую. А вот в Штатах, как ни странно, вот появилась... Может быть, ты стала просто серьезным человеком, более глубоким. Поэтому к вечному... На этом мы остановимся. Поехали. Не, ну ты сейчас... Ой, Утушка, моя луговая, молодушка. Ой, да, молодая, ой... Люли-люли-люли, моя молодая. Ой, люли-люли-люли, моя молодая. Где ж ты была, была, побывала? Где ж ты ночку, ой, доночевала? Ой, люли-люли-люли, ночку доночевала. Ой, люли-да-люли-да-люли, ночку доночевала. Ночевала я, да, по лесочку, под роги, да, вымоток под кусточком. Ой, люли-люли-люли-люли, люли под кусточком. Ой, люли-люли-люли, люли-люли под кусточком. Как шли, прошли парни, да, молодые. Два молодчика, да, удалые. Ой, люли-люли-люли-люли, люли-люли удалые. Ой, люли-люли-люли, люли-люли удалые. Они срезали, да, по проточку. Они заделали, да, ой, да, по гудочку. Ой, люли-люли-люли-люли, люли по гудочку. Ой, люли-люли-люли-люли, люли по гудочку. Вы гудочки, вы да не гудите Мого батюшку да не будите Ой, люли, 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 не будите Ой, люли, 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 ой да не будите Джим, сегодня день на самом деле не очень веселый Скажем так, сегодня день поминовения погибших в Беслане И как в Америке происходит вот этот день поминовения жертвам 11 сентября? Ну, во-первых, действительно хочется помянуть мира, праху всем погибшим И сочувствие, и соболезнование родственникам погибших Это жуткая трагедия, вообще не только для Беслана или Осетии Вообще для всей страны, жуткая трагедия Будучи, я, кстати, в Штатах была в это время И там были просто все в шоке от этого То есть там вот эти кадры постоянно шли по телевизору И, то есть, ну, потому что никто же не знал по телевизору у нас, что здесь говорили Все время говорили какие-то разные цифры людей в этих школах Никто только ничего не знал И когда вдруг, когда показали вот эти кадры с этими детьми Потому что жара же была страшна Они с этими эти раздетые дети И вот они бежали То есть это был такой кошмар То есть там просто американцы были в шоке Они никто не знал То есть вот этот терроризм в чистом виде Вот у него вот это, говорят, не детское лицо, да, у войны не детское лицо Вот, к сожалению, вот здесь вот как раз Тут звериное просто лицо, по-другому не назвать Попрать все абсолютно, поднять руку на ребенка и... Ну да, то есть я даже не представляю, какими вообще это можно оправдать, какими целями То есть я не представляю То есть ради каких идеалов можно вот так убивать детей И там, ну, то, что там мне рассказывали, там кошмарное совершенно Вещи происходили И дай бог, чтобы это просто никогда и не было И не повторилось И чтобы никогда, никогда этого не случилось Дай бог Давай послушаем следующую песню «Подземный переход» Следующая песня Ну, это такая культовая песня в моем творчестве Вот так сразу перешли Это песня, которую написал тоже Леонид Петрович Дербенев Был у меня альбом, который назывался «Подземный переход» И который я в Штатах переиздала И под названием «Гудбай, Таганка» И вот туда вошел этот, вот эта песня Она, в общем, автобиографическая В подземном переходе на Тверской Торгует кто чем может день-день вской И я в толпе с гитарою стою И песни задушевные пою Вздохнет будто она, ухмыльнется вор Прохожий глянет на меня в упор И в шляпу, что у ног моих в пыли Летят пятерки, трешки и рубли На усталой руке Бьется жилка под кожей За усталой спиной Ледяная стена Русь моя В эту осень мы стали похожи Русь моя Потерявшая небо страна В подземном переходе на Тверской Привыкнув к тесной сутоке людской Мы роемся кто в книжках, кто в часах А праведники молятся в лесах А праведники где-то там вдали Вытаскивают нас из-под земли И повторяют Господи, прости И, может быть, успеют нас спасти Вот отмолят И меч к небу, видясь, поднимет Закричит воронье Разбежит за шпана Русь моя Ты опять посмеешься над ними Русь моя Не забывший небо страна В подземном переходе на Тверской Где злоба перемешана с тоской Где не растут деревья и трава И от того теряют смысл слова Я каждый день с гитарой устаю И песни откровенные пою О совести, о Боге, о Царе О Родине, распятой в октябре Вот опять мне от слез горло перехватило А стена за спиной Хватным-хватна Русь моя Может быть, ты уже заплатила Русь моя Возлюбившая небо страна Может быть, подождать Нам осталось немного Рухнет идол из глаз Упадет пелена Русь моя Несказанной вечной дорога Русь моя Уходящая в небо страна Русь моя Несказанной вечной дорога Русь моя Уходящая в небо страна Джем Махалит Сегодня у нас в гостях Программинг к нам приехал на телеканале Ля Минор Джем, а кто автор этой песни Стихов, я имею в виду? Ну, я не буду утаивать от вас Слова написал Леонид Петрович Дербенев А музыку Владимир Корч Польский композитор Хорошие очень стихи Очень хорошие Они даже и без песни хороши Беда в том, что до сей пор актуальна А мне кажется, она будет всегда актуальна Ну, к сожалению Знаете, все надеялись Я ведь уехала сразу после дефолта И вот дефолт И я звоню маме И я спрашиваю Ну, как лучше, лучше Она говорит, хуже, хуже Я уехала в кошмаре Я помню Люди бегают с безумными глазами Закупают какие-то масла Какие-то продукты, крупы Это как раз было август месяц Вот сколько лет назад Девять лет Девять лет, да И вот я помню, что Ну, думала, ну, сейчас вот Ну, не может такое продолжаться Это просто кошмар Война прям какая Ну, кошмар То есть безумие какое-то И уезжаю, и звоню А мама мне говорит Я спрашиваю, ну, как лучше? Лучше она Да что-то хуже Это у Жванецкого есть Вот, по-моему Когда он говорит там Когда мы упали на дно На самое дно Нам снизу постучали Вот я так сверечь Вот это Жванецкий высок, конечно Да, и кстати, знаете Он ведет передачу Дежурный по стране Обожаю То есть время это Смотрю Раз в месяц Ну, как про рекламу Другого канала Ну, к тому, что Очень это Актуально Давай послушаем Следующую песню Бережок А, Бережок Это стилизация Это под русскую Народную песню Здесь мне гитара Не нужна будет Это Я записала Вот как раз Я записала альбом Который называется Ах, это девочка Я его частями Выпустила в Штатах Правда, я там его переделала И там В хип-хопе более сделала Да, я послушаю А вот Я по бережку иду По голубому И купаю ножки белая в пруду Ни друзей у меня нету Ни знакомых А где же, где же Друга милого на еду Я давно уж Лето красное пропела И давно уж Перезрела моя грусть А я по бережку иду По голубому Ну полюбите Полюбите Кто-нибудь Мне не нужно Ни квартиры И ни денег Ни денег Ни хомут Мне обручальный Ни к чему Ни к чему Пусть он будет Унеядец Иль бездельный Бездельный Без сомнения Отдамся я ему Напеку я за ним Милым На край света И раскрою Растревоженную грудь А я по бережку Иду по голубому Ну полюбите Полюбите Кто-нибудь А я по бережку Иду По голубому Ну полюбите Полюбите Кто-нибудь Я давно уж Лето красное пропела И давно уж Перезрела Моя грусть А я по бережку Иду По голубому Ну полюбите Полюбите Кто-нибудь А я по бережку Иду По голубому Ну полюбите Полюбите Кто-нибудь Ой-ля-ля 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 Просто жут Полюбите Кто-нибудь Дамы и господа В эфире программа К нам приехал на телеканале Илья Минор Сегодня у нас в гостях По вашим многочисленным Просьбам Певица Джема Халид Джема О чем говорят Русские Американцы Вот чаще всего Какие вот основные темы Затрагиваются Американцев ругают А ну то есть Ничего Все нормально С кем разговариваешь По телевону И Толика говорит Какие они дураки Какие они ничего не соображают Как все плохо у них Как вот хорошо было у нас А вместе с тем Приезжаю к подружке Домой Я записывала песню Называется она там Мадрид Ну вот Я сегодня не буду петь Но она в принципе Есть такая песня Она в полу таком Хип-хопе сделана Я хотела там Детским голосом Наговорить в самом начале Вот И попросила к ее мальчику Приезжай ему там Восемь или девять лет И прошу его Умоляю Чтоб он мне Наговорил по-русски Прочитал стишок По-русски Он отказывается Не хочет говорить По-русски И я смотрю Она мне показывает дом Говорит Так смотри Какой у нас дом Ну посмотри У каждого ребенка Своя комната Разве у нас было В России так Дальше Смотри какой у нас гараж У нас смотри Там две или там Три машины Такая машина Грузовик И такая Разве у нас было Такой в России И вот за полчаса Она мне все что говорит Она мне говорит Ни одного хорошего слова Про Россию Я говорю Ну что ж ты удивляешься Что он у тебя Не хочет говорить по-русски То есть вот не задумываясь Она все равно страну любит Она все равно Россию любит Она русский человек в душе Вот И ей просто страшно обидно Что она вот уехала В этой Америке это есть А в России этого нет И вот чего обидно А ребенок же не понимает Он же слушает Что родители говорят И ну раз так все плохо в России Зачем ему учить русский Не хочет В принципе логично Слушай, а вот ты не встречала Таких людей Которые уезжая Из России Чтобы повысить свой Как бы Ну не социальный статус Ну просто в нормальных условиях Жить там дом Там трехэтажный гараж Там все дела Ну все нормально Самое главное Что в Америке это возможно Понятно Вот и за возможности уезжают Не за колбасой Как вы раньше говорили Я понял Или там Или за водопроводом У нас же от Москвы отъедешь Нет водопровода Все как говорится во дворе А там это просто даже странно Даже не за этим Не за водопроводом И вот за самой возможностью Реализоваться Что там это действительно есть И там это возможно А насколько Подожди Хорошо Реализоваться Ну допустим Я еду туда Я хочу допустим Ну табачную фабрику Какую-нибудь открыть Или просто Ну магазинчик Там не знаю Табачную фабрику Лучше не открывать Сейчас в Америке Это колоссальная Борьба с никотином Хорошо Я хочу открыть Фабрику По изготовлению Никотина Содержащих Жвачек Вот Чтобы бороться С курением Ну грубо говоря Открыл я это все дело Вот Ну Выполнил я в принципе Свою задачу Приезжает другой человек Он тоже хочет Чего-то там добиться Но он добивается этого Ну грубо говоря Не то что кусок колбасы У него есть Но все у него есть Вот зачем он ехал А душа не на месте Но плохо ему Вот он понял Что в принципе Этот трехэтажный дом Да в принципе В однокомнатной квартире Он одинокий Ему Это прям текст Она прям на рублевку Скушно Что там трехэтажный дом Действительно Понимаешь Какая вот здесь ситуация Вот что Депрессия Это вот реальная вещь Она Не определяется Социальной штукой Вот У меня была депрессия Я помню еду По дороге думаю Так Вдруг запахло родиной Вот пахнет И так настроение такое Вот я еду по этой дороге Мне так здорово И вдруг до меня доходит Я еду и сворачиваю Свой экзит пропустила Потому что пахнет родиной До меня доходит Что впереди едет грузовик И у него На дизель И у него видимо Там сломан Вот этот вот Фильтр И пахнет вот этим вот Не перегоревшим Вот этим Я понял Жутко тогда вонь Как у нас в Москве На дорогах Вот что мне не хватает В Америке Вот это получается СО2 не хватает тебе Ясно Газа углекислого Лодочка Песня Лодочка Песня Лодочка Написал ее Михаил Танич Слова польского Тож композитора Северина Кораневского Это одна из любимых Моих вещей Ну хотя здесь все любимые Я не любимых не пою Но это вот Мне нравится Давай послушаем Я это знала Это знала Это знала Одно из нас Одно из нас Не уцелеть Я не стыжусь своей любви Как говорится С Эляви Одна любовь Другой не может Пожалеть А море синее А волны белые А мы не думали Что же мы наделали А счастье лодочка Мое качается А я не верила Что любовь кончается Я не жалею Не жалею Не жалею О том Что встретила Что встретила С тобой Я захлебнулась От любви Как говорится С Эляви Когда волна Меня накрыла С головой А море синие А волны белые А мы не думали Что же мы наделали А счастье лодочка Мое качается А я не верила Что любовь кончается Я понимаю 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 Уйду Уйду И дверь тихонько Затворю И нет спасения От любви Как говорится С Эляви И я тебя За все За все Благодарю А море Синее А волны Белые А мы не думали Что же мы наделали А счастье лодочка Мое качается А я не верила Что любовь кончается А море синие А волны белые А мы не думали Что же мы наделали А счастье лодочка Мое качается За все А я не верила Что любовь кончается А я не верила Что любовь кончается А я не верила Что любовь Дамы и господа, Джемма Халит сегодня у нас в гостях. Джемма, ни к чему слова, следующая песня, это чья песня? Ты прям сразу быка-зрака. Да. Это песня Михаил Шабров, написал слова, стихи на музыку Александра Колца. Это я приехала после Штатов, совершенно вся в хип-хопе, и захотела, что ему сделать, ну, более-менее такой, прям душа рвется. Слушай, вот тебя кидает, то рок-н-ролл, то так это... Да, вообще, я на самом деле, кроме рэпа, ведь на самом деле ничего не слушаю. Я обожаю рэп. И вот я приехала, ну, хоть что-нибудь в этом стиле. И вот мы сделали песню, которая называется «И ни к чему мне слова». Напрасно ты меня достаешь, напрасно ты звони, что-то ждешь. Напрасно все, живем в мирах параллельных. Что из того, что было у нас? Что из того не в первый же раз? Что из того вся жизнь еще впереди? И ни к чему мне слова, все слова. Невольный ветер, родня, и облако быстрое. Хочу себе быть верна, себе верна. Кому-то верно еще быть смешной и немыслима. Пойми, родной, мой дом, шар земной, и мне совсем не нужен другой. Пойми, родной, сегодня я рядом с тобою. А завтра нет, уже взят билет, и словно снег растает мой след. Но я вернусь, хотя и не знаю, куда. И ни к чему мне слова, все слова. Невольный ветер, родня, и облако быстрое. Хочу себе быть верна, себе верна. Кому-то верно еще быть смешной и немыслима. Что из того, что было у нас? Что из того не в первый же раз? Невольный ветер, родня, и облако быстрое. Хочу себе быть верна, себе верна. Кому-то верно еще быть смешной. Невольный ветер, родня, и облако быстрое. Невольный ветер, родня, и облако быстрое. Хочу себе быть верна, себе верна. Кому-то верно еще быть смешной и немыслима. Немыслима. Джем, а почему? Вообще-то, парадокс получается. Почему? Я сам, ну вот в принципе, шансон, да, казалось бы, авторская песня. Сам же, кроме джаз-рока, ничего слушать просто не могу. Группа Чикага, Земля-ветерогонь, там, Мецефорты. А у тебя хип-хоп. Не просто, я другого ничего слушать не могу. То есть просто рэп, это просто, это стабильно. Это, это Snoop Dogg, имя Нем, то есть у меня номер один Snoop Dogg. Причем у меня даже знакомый, то есть я даже при личном обществе не могу включить, там же сплошной мат. Ну, все же знают. Вот, но я не могу, вот что такого, вот какой-то он секси. Ну, энергетика, понял. Несколько слов нашим телезрителям на прощание. Я, в общем, столько уже всего наговорила, что я уже не знаю, что еще сказать. И спасибо, что вы пригласили, и вот по вашим заявкам, вот я пришла сюда в эту передачу. И надеюсь, что еще увидимся. И еще приглашаю на мой концерт. Джима Халюк, у нас в гостях. Субтитры подогнал «Симон»!